Я считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном, именно в современном мире, не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но, что еще важнее, сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации. Вместе с тем, все, что происходит сегодня в мире, и сейчас мы только начали дискутировать об этом, это средство попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела, концепции однополярного мира. А какой результат? Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Тяжело говорить, но ответ-то это и есть конкурентный мир. Украина откололась от ядерного зонтика, который защищал и который создавали мы совместно, наши предки. Значит, она автоматически попала, стала жертвой других конкурентов, которые хотят использовать ее территорию, использовать ее народ, поработить. Откровенно скажем, до этого же так всегда и было. Так это и есть мировая история. Зачем надо было откалываться? Мы должны просто честно сказать, на Украине идет отечественная война, в Киеве находятся интервенты и оккупанты. Вы не знаете, как справиться с фашистами? Спросите у деда. На эти вопросы наши деды ответили много раз кровавой историей России. Мы не должны народу плакать, мы должны принимать решения. Решения должны быть, а не болтовня. Я отвечу на тот вопрос, который задали. А что делать России, если, не дай бог, будут фашисты, вышибут Новороссию? Оборонять Москву придется? А согласятся ли американцы с перемирием? Нет, потому что не для того они в феврале начали вторжение. А это означает, что как и в 41-45-м, не получится иначе, как освобождение всей территории СССР. Мы имеем дело стандартной, стандартной в истории человечества ситуации. Вот тут спрашивают, а почему американцы так себя ведут? Да они так вели себя всю свою историю, всю тысячу лет. Это форма государственного строительства. Не может англичане или американцы существовать, не эксплуатируя, а значит, через фашизм, не уничтожая другие народы. Поэтому это процесс, который идет на Украине, для нас это отечественная война, а в мире это тысячная национально-освободительная мировая война, борьба против однополярного или колониального мира. Поэтому и удар по России. Россия лидер разрушения однополярного колониального мира. Что делает президент Путин? Летает по всему миру, сколачивает процесс освобождения всех народов. Но это же правда. Скажу, как диктуют правила истории. Ну, почитайте любой учебник истории. Вот так что будет? Будет тяжелая война, которая полностью преобразует Россию. В том числе отечественная война. Которая заставит Россию отменить решение 91-го года, в том числе и акта капитуляции 90-го года, поменять конституцию и произочистить пятую колонну и восстановить свое суверенное право. Свершится то, о чем говорил Бисмарк. Русские, будучи разъединенные, восстанавливаются вновь как каплер тути. Вот идет процесс, к сожалению, тяжелый, восстановления русского большого государства, которое иногда называлось СССР. Все произойдет. И эта кристаллизация уйдет в сторону формирования общественного мнения. Просто нельзя решить проблему победы в СВО и в конфликте с НАТО. Не решить проблему суверенитета. Проблема суверенитета – это проблема власти. Потому что, еще раз говорю, власть у нас американская. И она реализует свой американский подход через саботаж. Саботаж, тот же отступление из-под Киева – это саботаж власти. То есть это механизм. И решить эту проблему можно только одним путем. А ее придется решать. Потому что перед лицом смерти по-другому работает реальность. По-другому воспринимаются мозги. И перед лицом смерти придется принимать решение, как ты выкрутишься. И ты выкрутишься не так, как тебе скажут в интернет-каналах или по телевизору, а так, как выкручивался твой дед и прадед. Тут уже будет не до игр. А это – позиция национально-освоительного процесса. Поэтому мы исходим с того, что это произойдет. То есть давление будет повышаться, обстрелы будут усиливаться, беспилотников будет тысячи и тысячи, потери будут расти, беженцев будет увеличиваться, Белгород, Курск и так далее, до тех пор, пока на каком-то этапе большая часть людей не начнет воспринимать ситуацию как неприемлемую. Нам же телевизор рассказывает, что все хорошо. Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер.